Всем доброе субботнее утро. Сегодня мы с вами будем делать макияж с палеточкой от Анастасии Беверли-Хиллз Амрези. Я вам уже показывала свочи во влоговом виде, кто не видел, внизу ссылочку оставлю. Ну хотя в принципе я думаю, что кому интересно эта палетка, вы уже свочи давно посмотрели, так как это не новинка у Анастасии Беверли-Хиллз. Сегодня будем играться с этими оттенками. Пока не знаю, какой образ буду делать, но однозначно у меня будет в ходу вот этот оттенок голубенький. Он такой красивый, с барвом тоже хочу воспользоваться, но не знаю, мне больше хочется вот голубенький попробовать. Он такой яркий из этой палетки. Посмотрим, что получится. Пока никаких идей нет, конечно, но по ходу дела, как обычно, что-нибудь буду придумывать. Нанесу базу от Urban Decay. Мне эта база безумно понравилась, поэтому я буду повторять ее однозначно. Я считаю, что одна из лучших баз. Тени хорошо раскрываются. На этой базе прекрасно держатся. Короче, все нравится мне в ней. Вот нанесу. Так опять забыла вас приблизить. Ай, сегодня суббота. Наконец-то я выспалась после недели рабочей. Хотя эта неделя очень-очень быстро прошла для меня. Кстати, на мне маечка. Я потом ее, конечно, поменяю под образцем, так как макияж, который я буду делать, с этой маечкой не подойдет. Эту маечку я купила себе в ТК Макс. Чисто случайно, когда уже собиралась идти на кассу, увидела вот такую вот прелесть. Это как пижамная маечка. Она такая классная, такого ментолового цвета. И здесь папочки очень красивые. Безумно классная маечка. Вот так вот вам собиралки снимать с ней. Не знаю, очень нравится. Еще я в H&M видела такого плана маечки там с ананасиками, с бананами. Тоже хочется приобрести. Ну, жду акции, чтобы на них скидки какие-то были. И хочу купить пару таких маечек. Так классно смотрится. Вообще обалденно по дому ходить. Супер. Так. Вот думаю, буду сегодня я припудривать века или нет. Нет, не буду, потому что светлого оттенка нет. Вот этот он вроде светлый, но с розоватым потоном. Я боюсь, что он какой-то оттенок будет давать. Угла посмотрю. Хотя, возможно, как база будет нормально. Давайте я его, знаете, нанесу на складку века, чтобы немножко этот, как он называется, пазу усадить, чтобы она не слишком была липкая. Чуть-чуть совсем вот так вот нанесу. Присматриваясь ни в плане шиммером, ни сатинового ли цвета этот оттенок. Ну, вот слегонько. Совсем чуть-чуть. Так, вас немного приблизило, и мы сегодня, наверное, начнем с темного оттенка. Я буду делать в виде стрелочки. Посмотрим, как получится. Я пока точно не знаю, но хочу сделать сегодня вытянутую форму. Возьму вот такую вот кисточку скошенную. Она вроде как идет специально для стрелок. Вот. Будем создавать форму глазу. Очень пигментированный оттенок. Я вам говорила, что этот цвет достаточно плотно спрессован. Но, видите, прекрасно работает. Несмотря на то, что плотная спрессовка. Так, пока ничего не буду делать, только намечу, куда у меня будет глаз смотреть. Глаз смотреть, куда глаз не будет смотреть, куда у меня стрелка пойдет. Тут уже проблематично. Мой правый глаз, как обычно. Нормально. Теперь возьму более маленькую кисточку. Это у меня от марки. Уже стер из Jav или как-то так называется, с Алиэкспресс. И я буду добавлять оттенок. Что-то у меня сегодня с голосом. И вот так вот потихонечку буду добавлять этот оттенок. Сразу как же тени хорошо растушевываются. Вау. Не знаю, наверное, вот так вот сделать. Смотрите. Как типа стрелочки. Вот эта идея мне не нравится. Это как в прошлом макияже, да? Когда я вам показывала покупки косметики. Более такую форму. Но я не хочу закрашивать ее коричневым цветом. Чуть типа стрелки оставить. У меня вот здесь вот есть родинка. Надеюсь, на камеру видно. И всегда эту родинку путают с тем, что это грязь. Представляете? Вроде она такая красивая. Там сбоку, сверху лежит. Никого не трогает, а все думают, что это грязь. Так, форму наметила. И теперь я думаю, что немножко вверх растушую этот оттенок. Так вот, с этой же кисточкой. Знаете, наверное, добавлю чуть-чуть на кисточку наберу. Или этот, или этот. Они практически одинаковые. Давайте, которые чуть-чуть, вроде как, посверлее. И им буду растушевывать края. Уф, какой он пигментированный. Много не надо было набирать. Наверное, я возьму для растушевки кисть карандаша. У меня чистой, наверное, нет. Вот такая же у меня есть. Копия на Real Techniques. Тоже на Алиэкспресс заказывала. У меня, кстати, много кисточек с Алиэкспресс. Почему-то утром не можешь громко разговаривать. Надеюсь, меня будет хорошо слышно. Так вот растушую. И то же самое сделаю с другим глазом. Но у меня, видите, вот эта вот четкость коричневого оттенка немножко пропала. Сейчас буду добавлять. Стушу эти края сначала. Я так классно вчера по центру погуляла. Показывала вам новую коллекцию влоговое видео на следующей неделе. Вы увидите. Новая коллекция от Essence. Кое-что купила из этой коллекции. И забыла вам еще показать некоторые там продукты. Потом мне написали в видео влоговое, которое вчера вам выложила. Написали. Снова, кстати, возьму этот коричневый оттенок и чуть-чуть добавлю, чтобы четкость не пропала. Вот. Написали, что триохромы или двухохромы типа копия на Наташу Динону от Essence появились. И я как-то пропустила, мне кажется, их наверняка в видео, если посмотрю, там эти триохромы стоят. Но я забыла про них. Я видела, что они вышли, но забыла. Представляете, забыла. Ну, ничего. Я на следующей неделе пойду в наш магазин ДМ, там, где недалеко от работы находится, и добавлю в это влоговое видео, думаю, или в отдельном видео покажу. Мне само интересно, что за качество эти тени. Конечно, по свочу непонятно, будет интересно, как они работают на веке. Но если мне какой-то оттенок понравится, я бы хотела купить и протестировать вместе с вами тоже. Смотрите. Неплохо, да, получается? Что-то такое более интересное. Так. Что дальше будем делать? Дальше я, наверное, возьму оттенок 1988. и этой же кисточкой от ЧАВ. Ой, я другой оттенок набрала. Буду добавлять сюда вот оттеночек. Наверное, темноват будет. Нет, не буду я этот цвет добавлять, сейчас то же самое сделаю в другом глазе, чтобы одинаковое было. Нет, не хочу этот оттенок, тогда у меня форма растеряется, то, что я хочу. Наверное, я возьму цвет Зэмша, Шэмша, когда так называется. Вот он. Давайте посмотрим, как будет работать. Тоже круто спрессованные тени. Но пигментация тут. Пигментация тут, так что нормально. Наверное, нужно докладывать оттенок, потому что не настолько яркий, как я думала. Где-то до середины буду доводить этот оттенок. Сегодня в планах у меня снять для вас минимум три видео. Сегодня, завтра еще кое-какие палетки появились. Надо снимать видео с макияжами. Так что вам надоест мои макияжные видео. Столько палеток появилось. Что с этой кисточкой у меня не получается равномерно нанести этот цвет. Возьму вот такую кисть карандаш от Essence наберу и пробую с ней. Так вот лучше. Такое слабое тену, хочу сказать. Слабоватый. Мало поярче будет и более равномерно как-то вот пятнами ложится. Не знаю, насколько на камеру будет видно. Что-то не то. Что-то не то. Я порастушу его немножко. Абсолютно мне не нравится этот цвет. А как хорошо начиналось, да? Ну чего, мы тут перекроем с каким-нибудь шиммером. Я приблизительно знаю, какой я хочу. Но прежде чем это сделать, я возьму черный оттенок Backup называется. Backup and Black коротко. Снова эту скошенную кисточку и этот черный добавлю поверх этого коричневого, чтобы насыщенность была. Вот так. Я думаю, что мне черный надо будет все-таки еще и добавить вот здесь. Хочу, чтобы эта линия была видна. Теперь надо растушевать. беру оттенок немножко OG вот этот персиковый. Так как у меня на кисточке джав еще оттенок бордовый оставался, и теперь у меня бордовый получился. Я не хочу, я хочу, чтобы тепленькое такое было что-то. Вот что-то такое. Совсем немного нужно, конечно, этих теней. Это Анастасия Павлифес прям такая пигментация шикарная. Далее возьму кисточку от PH Cosmetics такую вот плоскую и наверное воспользуемся оттенком Cupcake. Я его как раз таки несу поверх бордового оттенка, который мне абсолютно не нравится. Набирается хорошо. О, как топпер вообще классно будет смотреться. Уф, уф, уф. Ну вот, все, я исправила ситуацию. Сейчас мне безумно нравится. красивый оттенок. Представляете, на черный цвет, на черную базу нанести этот оттенок. Как раскроется он классно. А если эта черная база будет кремовая, карандаш допустим. Какая красота девочки. чуть-чуть цвета добавляю. И сам по себе видите, такой переход у меня будет классный. Более темный и чуть светлее будет. Вау. Единственное, возьму сейчас вот такую кисточку и снова оттенок Юго, Юго этот коричневый. и я добавлю на внешний уголок немножко этого оттенка. Чуть-чуть не хватает глубины. Ой, все, мне начинает нравиться макияж девочки. Какая красота. Если долго мучиться, что-нибудь получится, как говорится. Еще когда лицо будет сделанный макияж, может быть какие-нибудь серки надену. Ну и последний оттенок конечно же нанесу голубенький. Такой акцент будет яркий. С этой же кисточкой буду набирать с другой стороны. Нравится хорошо? Ой, ой, ой. можешь комментировать, да, мэне? сиреневый. Боже, какое-то красивое оттенок, да, тут сиреневое. Хочется чуть поярче сделать эти колоденькие Ну пока непонятный макияж получается, но потом с ресничками, с лицом оформлены Мне нравится. Возьму снова этот сиреневый, чуть-чуть добавлю сюда и перемешаю с голубеньким С верхним веком девочки закончили. В принципе макияж можно сказать готов Наверное немножко с растушевкой здесь поработаю Уже вне камеры все растушеваю хорошенечко И вернусь к вам уже с окончательным образом И скажу свои первые впечатления Ну вы в принципе уже поняли, что мне палетка понравилась Все, через секунду увидимся Ну что, вот такой вот у меня в итоге образ и макияж получился В итоге я результатом очень довольна Несмотря на то, что немножко помучилась вот с этим вот бордовым оттенком Но тем не менее в итоге красивый макияж на мой взгляд получился И вы знаете, я все-таки, все-таки воспользовалась оттенком барб Он у меня сейчас находится на внутреннем уголке глаза И я настолько удивилась, каким цветом он раскрылся Вот в палетке, когда посмотрите, ощущение, что это розовый с примесью каких-то шиммеров Но в итоге, возможно, это из-за того, что какой оттенок рядом с этим цветом будет находиться У меня здесь голубой Возможно, из-за этого здесь больше присутствует Это вот немножко светло-светло-зеленого Немножко бирюзового И где-то далеко только от голоски розового Представляете? Я просто в шоке от этого цвета Это действительно какой-то дуахром, триахром невероятно красивый Конечно же, отдельно какой-то макияж надо будет с этим цветом делать Чтобы он на всем подвижном веке Посмотреть, как он раскрывается Палеткой, конечно же, я осталась мега довольна Мне безумно нравится именно сочетание оттенков Можно сделать и ежедневный макияж Можно сделать более вечерний макияж И также то, что сюда добавили такие поп-цвета, да, можно сказать Такой голубой Вот этот вот капкейк Как же он мне понравился, девочки Какой красивый оттенок он получается у меня по центру Невероятно красивый цвет Безумно, безумно понравился Даже не ожидала, если честно И вот такой вот розовый есть Напоминает вам что-то этот розовый? Мне напоминает В видео, когда я вам показывала Покупки декоративной косметики У меня был макияж с палеткой тени от Jeffree Star Bloodless Вот, и там у меня получился именно вот такой вот Цвет похожий от палетки Anastasia Beverly Hills оттенок Хотя я там сочетала два цвета Один матовый и один шиммерный Очень хочется теперь воспользоваться вот с этими глиттерами Потому что невероятно красивые И вообще эту палетку как-нибудь возьму я на неделю На две недели точнее у меня рубрика же новая появилась по теням И однозначно эта палетка тоже в какой-нибудь неделе попадется Короче, довольна палеткой, довольна качеством Ну вот к этому цвету я думаю нужно приноровиться Возможно нужно будет найти какую-то определенную кисточку для нее И пробовать так и сяк по-разному Пока, говорю же, он мне не понравился В плане того, что он очень некрасиво ложился Такими проплешинами Неравномерно разносился, не знаю Палеткой безумно-безумно-безумно Еще раз хочу повториться, довольна И тем более я ее купила с хорошей скидкой Говорю же, на нее никогда не было Там 40% скидки И вот у меня получилось ее приобрести 40% скидкой Отдала за нее, еще раз хочу повториться 32 евро 39 центов Но это красота Это красота Одна упаковка чего стоит И мне нравится то, что вот этот вот шиммер Он не так распадается Допустим, от W7 Вот похожие на Saltry Они делают тоже копии, да И у них очень сыпятся вот эти блестки А здесь нет Они вот как-то покрыты чем-то Чуть-чуть остается Но это не тот вариант Какие-то дешевых что ли покрытий Я имею ввиду блестки В принципе и в Африке блестки для меня В зависимости от помола Ладно, не в то русло пошла Короче, вы меня поняли Просто здесь такое покрытие Которое не дает этим блесткам разваливаться Это очень важно, мне кажется Тем не менее, я эту палетку Как и все тени от Анастасии Беверли Хиллз Буду хранить в оригинальной упаковке Точнее, вот этой картонной упаковке Так как не хочу, чтобы у меня палеточка Грязная стала Вот Я знаю, что творческие люди Они любят беспорядок Немножко такой вот грязный вид И палеток Ну, давайте говорить будем, конечно же, о тенях Видела многие девушки, которые просто обожают Когда у них палетка вся заляпанная В какой-то мере мне нравятся на такие палетки Смотрите, а с другой стороны мне нравится Когда все чистенько и аккуратненько В зависимости от моего настроения Иногда мне нравится, когда все здесь вот грязно Иногда, конечно же, мне хочется все протереть Почистить Снова, как обычно, не по теме разговариваю Но просто хотелось поделиться Ой, здесь куча, конечно, различных макияжей Можно придумать Будем играться Будем делать еще макияжи Я думаю, если у меня руки дойдут Потому что вам еще нужно делать С новыми палетками макияжа Поэтому ждите Вам еще и надоест мои макияжные видео Я думаю И на этом буду заканчивать Надеюсь, вам понравился макияж и обзор Если да, если вам не сложно Поддержите меня пальчиком вверх И увидимся в следующих видео Всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok